Уважаемые коллеги, я прошу прощения, с утра не проснулся, по-видимому, перепутал местами доклады. Прошу меня извинить, авторов Капаева, основные факторы эффективности и безопасности отечественной технологии лазерной экстракции катаракта. Дорогие коллеги, 2017 год для катарактальных хирургов – это букет замечательных юбилеев. Прежде всего, 90 лет академику Федорову Святославу Николаевичу. Он и сегодня вместе с нами. Каждый день он встречает нас у ворот нашего института. Он всегда вместе с нами в наших операционных, он всегда вместе с нами в науке. 2017 год – это еще один замечательный юбилей. Сегодня о нем уже было сказано в первом докладе. 50 лет факоэмульсификации в клинике ультразвуковой технологии. И для нас очень важен третий юбилей. Это 20 лет лазерной экстракции катаракты отечественной технологии, созданной под руководством академика Федорова. Ультразвуковая энергия, безусловно, открыла новую эру в хирургии катаракты. В историю ушли большие разрезы, и операция стала более совершенной, более быстрой, более безопасной, более эстетичной и разошлась очень быстро по всему миру. Ультразвуковые установки, на мой взгляд, в настоящее время отличаются очень высокой степенью совершенства. В них вложено серьезные усилия передовой инженерной мысли всего мира. Это то, что касается ультразвуковых машин. Но если мы подойдем к медицинской технологии ультразвуковой факоэмульсификации, то основной недостаток на сегодня ультразвуковой технологии заключается в главном физическом свойстве ультразвука. Ультразвук – это рассеянное излучение. И здесь надо вспомнить, что хрусталик окружен водой со всех сторон. А вода не просто хорошая, а прекрасный проводник ультразвука. Мы все знаем, что, скажем, рыбы и киты в океане за километры общаются путем ультразвуковых посылов. При разрушении хрусталика в Волдомой фронт вовлекаются все структуры глазного яблока. Энергия не только выходит за пределы капсулы, но и за пределы глазного яблока. Поэтому, начиная с 80-х годов прошлого века, ученые озадачились этим вопросом и пытаются хотя бы частично заменить ультразвук лазерной энергии. А лучше заменить его полностью. Вот эта замена происходить начала уже с 80-х годов. Первые операции, но и не только первые, даже последние сегодня упоминавшиеся операции. Это транскорнеальные методы доставки энергии, лазерной энергии. И не только задача, то есть недостаток их в том, что это транскорнеальная доставка, но и то, что собственно экстракция катаракты все-таки выполняется с помощью ультразвука. А лазер здесь только на вспомогательных ролях. Это лазерный капсулорексис, это размягчение гидрохрусталика. И, конечно же, транскорнеальное внесение любой энергии, будь то твердотельные лазеры, или это будет чем-то секундный лазер. Но такое внесение энергии в закрытую, малообъемную полость глаза без синхронного отведения продуктов распада и тепла, конечно же, нелогично и небезопасно. Технические возможности лазерной физики позволили уже в 90-е годы подвести излучение в полость глаза по волоконной оптике. Появились операции с подведением энергии непосредственно к хрусталику. Но все эти технологии были малоэффективны. Возможно было оперировать катаракту только на красном рефлексе, потому что энергии было недостаточно. В 1994-1997 году под руководством Святослава Николаевича Федорова была разработана первая лазерная технология экстракции катаракты без привлечения ультразвука. Надо сказать, что и до сегодняшних дней она остается единственной, которая может работать без привлечения ультразвука. В этом исследовании серьезное внимание было уделено определению длины волны лазерного излучения, которое было бы оптимальным для катарактальной хирургии. И по нашим данным оптимальным является применение неодимового яг-лазера, но не того неодимового лазера, который мы все знаем с длиной волны 1,06, а третья гармоника неодимового яг-лазера с длиной волны 1,44 микрометра. Именно эта длина используется в отечественной технологии лазерной экстракции катаракты. И это излучение характеризуется тем, что оно не затрагивает белковую молекулу, взаимодействует только с водой. Технология разрушения хрусталика объемная и технология достаточно эффективная. У меня слайд не перемещается, помогите. Спасибо. Была создана специальная установка для лазерной экстракции катаракты РАКОТ. Это первая в мире лазерная установка для разрушения катаракт любой степени плотности без привлечения ультразвука. Здесь уже не 12 миллилитжоулей в импульсе, как было в первых зарубежных установках, а до 400 и даже более. Надо сказать, что 400 мы никогда не используем в хирургии, даже 300 очень редко. Но запас энергетических возможностей – это возможность надежной работы прибора. Сегодня ровно 20 лет с тех пор, как Святослав Николаевич подписал свое разрешение, взял ответственность за введение этой технологии в клиническую практику. Техника лазерной экстракции катаракты бимануальная. Она отличается от ультразвуковой факоэмульсификации по ряду моментов. Прежде всего, в этой технологии не требуется мануальная фрагментация хрусталика, не используются чоперы. Разрушение хрусталика начинается с самой плотной, с самой центральной части хрусталика в виде кратера. И в это время используется максимальная энергия, необходимая для данной плотности хрусталика. И хочу обратить ваше внимание, пока разрушается самая плотная центральная часть с максимальной энергией, широкий поясок нетронутой периферии хрусталика держит в правильной позиции капсулу хрусталика, форма ее не изменена. Задняя капсула неподвижна. А что такое подвижность задней капсулы хрусталика? Это дергание целиарных отростков. Это провокация повышения внутриглазного давления. И кроме того, вот этот поясок во время разрушения с максимальной энергией, он как бы экранирует остальные структуры глаза. По мере того, как разрушен центр, начинается увеличение кратера, и в это время включается механизм самопроизвольного растрескивания хрусталика. Физики называют это механизмом хрупкого раскалывания. Надо сказать, что в других технологиях этот механизм не отмечался. На протяжении всего 20-летнего промежутка времени технология эта последовательно совершенствовалась, о чем говорят 17 патентов Российской Федерации, патент Соединенных Штатов Америки и патент Германии. В итоге научной и клинической апробации данного метода результаты были представлены в двух докторских диссертациях и семи кандидатских диссертациях. МНТК в настоящее время имеет самый большой в мире опыт успешного применения лазерной энергии в хирургии катаракты без привлечения ультразвука. Технология практикуется и в других клиниках России, на Украине, в Киргизии, в Узбекистане, на Кипре. Многолетняя практика сегодня уже достаточно, чтобы подводить итоги. Эффективность операции определяется прежде всего физическими характеристиками излучения, достаточностью энергетических параметров установки. Эффективность обеспечивается тем, что отсутствуют ограничения во времени использования лазерной энергии. Эффективность технологии доказана возможностью разрушения катаракты любой степени плотности без привлечения другой энергии. Коллектив авторов-разработчиков этой технологии в 2002 году стал лауреатом академической премии имени Чижевского. За последние годы представлена новая модификация этой технологии лазерной экстракции катаракты на основе абсолютно новой концепции лечебно-профилактического направления в катарактальной хирургии. На основе работы двух лазерных излучений. Первое излучение остается лазер-эндодиссектор неодимовый 1,44 и в качестве биостимулятора низкоэнергетическое излучение гели-неонового лазера. Научные предпосылки к тому, чтобы использовать второе излучение таковы. Все живые клетки, ткани, организмы и системы в любых стрессовых ситуациях испытывают дефицит красных квантов энергии. Они нужны для фотохимических процессов. Известно, что позитивный эффект присутствует в лечении с помощью низкоэнергетического излучения различных воспалительных и дистрофических процессов, уже развивающихся после хирургического вмешательства. Также известно, что любое хирургическое вмешательство, любая травма хирургическая, ровно как и другие травмы, уже на первом этапе альтерации активируют окислительные процессы. Включается провоспалительный фактор в работу. И поэтому стимуляция посттравматических процессов и регенеративных процессов, она очень важна. Согласно основам фотобиологии и патофизиологии, оптимальной точкой приложения стимулирующего агента является именно ранняя фаза альтерации. Поэтому два излучения должны начать работать одновременно. Это, конечно, невозможно в бытовой травме, но это возможно в хирургической травме. Дизайн новой технологии лазерной экстракции катаракты отличается от исходной базовой технологии по четырем основным позициям. Это, как я уже сказала, введение стимулирующего излучения. Оно проходит по одному и тому же световоду в полость глазного яблока, но действует каждое излучение по-своему, по-разному. Лазер эндодисектор, разрушающий лазер, работает в импульсном режиме от педали хирурга, а стимулирующее излучение работает в постоянном режиме. И одновременно выполняет функцию биостимулятора, выполняет функцию осветителя в полости туннеля, когда разрушается хрусталик, и является одновременно цветовым маркером для лазера эндодисектора, потому что разрушающий лазер является бесцветным. Операция выполняется через два одинаковых по размеру разреза. Практически это проколы шириной 1,8 мм. Они не требуют швов, препятствуют индукции астигматизма, обеспечивают рациональную эргономику манипуляций двумя руками. Если раньше в этой технологии один разрез был 0,8 мм, а второй разрез, первый разрез для лазера, второй разрез 2,2 или 2,5 в разные годы, это для аспирационной эргационной системы, то теперь одинаковые размеры позволяют хирургу работать в любых позициях двумя руками и вводить хрусталик в той позиции, в какой ему удобно. Изменена пространственная геометрия лазерных и гидродинамических воздействий путем отделения ирригации от аспирации. И это очень важно, потому что этим создается линейный профиль движения жидкости из одного наконечника к другому на очень маленьком расстоянии. В этом случае устранена встречность разнонаправленных потоков. В одну сторону идет ирригация, в обратную сторону идет аспирация. Устранены вихревые турбуленции и внутренние силы трения, снижено воздействие на роговицу и сокращена потеря виско-эластика, а также расход ирригационного расхода в процессе операции. Синхронизированы основные функции данной технологии. И оптимизированы технические параметры лазерного излучения. Относительная потеря клеток заднего эпителия роговой оболочки при любой степени плотности катаракты после лазерной экстракции в два раза меньше, чем после ультразвуковой операции. Основным фактором безопасности является высокий коэффициент поглощения энергии водой. Зона разрушающего эффекта не выходит за пределы капсулы, потому что пределы распространения энергии не более 1 мм. Если мы посмотрим на этот график и на зеленую линию, если возьмем максимальный уровень энергии 300 млджоулей в импульсе, то мы увидим, что зона распространения энергии меньше, чем половина мм. И хирург должен работать таким опытом. Собственно, работа хирурга заключается в том, чтобы два наконечника держать в правильной позиции. Все остальное делает лазер. И хирург должен едва касаться поверхности хрусталика. Если нет контакта, то и нет разрушения, потому что зона разрушения только на уровне меньше половины миллиметра. Это одновременно и фактор безопасности данной энергии. Вторым фактором безопасности является характеристика нагрева среды. Наши исследования показали, что от лазерного импульса тепла выделяется в два раза больше, чем от ультразвукового импульса. Но это тепло уходит из зоны операции раньше, чем будет внесена новая порция энергии. Почему? Потому что интервал между импульсами в лазерной технологии в сотни раз больше, чем длительность самого импульса. Это также второй фактор безопасности энергии. Посмотрим для сравнения частоту генерации импульсов. Лазерных импульсов 30 в секунду, а ультразвуковых 30 тысяч в секунду. Обратим внимание на термограммы. Нижняя термограмма – это действие ультразвукового наконечника. Здесь вы видите цветовые оттенки, характерные для теплого экрана, для теплой поверхности. Это красный и желтый цвет. Хорошо контурируется нагретый лазерный наконечник. Посмотрим верхнюю картиночку. Работает лазерный наконечник. Термограмма не видит наконечник, потому что он холодный. И, как вы видите, окраска воды в чашке Петри и область вокруг чашки Петри – синий, зеленый цвет. То есть холодные цвета. А распространение тепла – это косвенный признак распространения энергии. Ну и вы, наверное, обратили внимание, что здесь чашка Петри, а чашка Петри по объему – это 8 глаз примерно. Так что, когда включается ультразвуковой наконечник, то нагревание по термограмме происходит буквально мгновенно. Потому что, мы уже говорили с вами, ультразвук распространяется во все стороны с большой скоростью. Эффект биостимуляции мы определяли в Институте патофизиологии на протяжении трех лет в процессе серьезных исследований. И этот эффект биостимуляции проявляется активизацией системы антиапаптоза, пролонгированием сроков переживания клеточных культур. А клинически это определяется реактивным течением послеоперационного периода, отсутствием воспалительной реакции глаза. Очень важно отметить, что высокоэнергетическое излучение неодимового лазера, который одновременно работает с низкоэнергетическим лазером, Вот здесь всегда возникает вопрос, не задавит ли высокоэнергетический лазер эффективность низкоэнергетического. Вот патофизиологические исследования показали, что этого не происходит. Представлена оригинальная конструкция аспирационной системы. Впервые в этой технологии используется не металлический аспирационный наконечник, а кварцевый из особого стекла. Кварцевое стекло в процессе работы не оставляет микрочастиц, в отличие от того, как это происходит при использовании металлического наконечника. Кроме того, стенки кварцевой трубочки, они соответствующим образом обработаны так, что происходит концентрация энергии в полости аспиратора, поэтому разрушение происходит как у наконечника аспирации, так и в полости. Время лазерного разрушения хрусталика зависит полностью от степени плотности хрусталика. Это от нескольких секунд до пяти минут при плотных хрусталиках. Какие показания к операции лазерной экстракции? Когда мы только начинали эту операцию и внедряли ее в наших филиалах, то у нас был приказ использовать только неосложненные катаракты. Ну а на сегодняшний день, по прошествии, уже 20 лет изучения этой технологии, все наоборот. Если в клинике у вас есть и лазерный, и ультразвуковой прибор, то для лазерного нужно оставить плотное ядро хрусталика, преклонный возраст, осложненные катаракты. Возможности отечественной лазерной машины, которая исходно была предназначена только для катаракты, оказались значительно шире. И в новых приборах будут уже дополнительные опции для того, чтобы использовать его для передней витректомии, для дакриоцистериностомии, мы же сегодня уже его используем, для гипертермии, скажем, при новообразованиях, для гемостаза, для аномизации зоны операции в эстетической хирургии. В 2008 году мы начали изучать возможности лазерного капсула Рексиса. И имея уже опыт того, что по всем параметрам лазерная энергия превосходит ультразвуковую, мы надеялись, что и здесь лазерный капсул Рексис окажется лучше других, которые мы уже знали. Но исследования показали, что на пьедестал почета вышел мануальный капсул Рексис. На втором месте оказался лазерный и на третьем диатермический. Почему так? Потому что мануальный капсул Рексис – это ровная линия разрыва. И поэтому устойчивость края капсул Рексиса здесь выше. А любая энергетическая методика, будь то лазерный, любой лазерный, и твердотельные лазеры, или фентосекундный лазер – это точечное, пунктальное воздействие по линии капсул Рексиса. А мы с вами знаем, что около двух точек есть узкое место, где больше возможностей разрыва. В заключении хочу сказать, что российская лазерная технология сегодня единственная в мире технология, которая разрушает катаракту любой плотности без участия ультразвука, без мануальной фрагментации, обеспечивает спонтанный раскол ядра, введена активация репаративных процессов, энергия не выходит за пределы капсула. Если кто-то знает другую энергию, которая не выходит за пределы капсулы в процессе факоэмульсификации, вы сегодня нам скажете. Ну, можно еще и говорить о том, что нет разделения операций на два этапа, нет еще нагрузки вакуумом, нет нагрузки при сплющивании роговой оболочки. Вот сегодня уже первому автору, профессор Егоров, задавал вопрос, что же будет завтра, как мы смотрим, какую технологию мы видим. Я думаю, что этот вопрос пока еще остается дискутабельным, но если я могу высказать свое мнение, то я считаю, что двухэтапные технологии нелогичны для катарактальной хирургии. Использование, внесение энергии в закрытую полость глаза тоже считаю и нелогичным, и достаточно травматичным. Поэтому в будущем должны остаться технологии, которые могут разрушать хрусталик, те энергии, которые не выходят за пределы капсулы хрусталика. Спасибо за внимание.